Форум Всемирного Русского Народного Собора состоялся в Ставрополе. Архиереи, священники, политики, общественные деятели, ученые выступали с докладами, объединенными одной темой «Свободная и ответственная молодежь будущей России». В Краевой столице в восьмой раз проходит форум Всемирного Русского Народного Собора. Открытие состоялось в Ставропольском Аграрном Университете. Задача Всемирного Русского Народного Собора является стратегическое развитие России. Святейший Патриарх Терилл, глава собора, говорит о том, что собор существует для того, чтобы заглянуть за десятилетия вперед. И, конечно, нельзя думать о развитии страны только из Москвы. И Ставрополь в этом смысле является нашей самой надежной опорой. О том, как сохранить русскую культуру и передать ее будущим поколениям, расширить межнациональный диалог и сформировать основу для духовного благополучия молодежи, говорили участники встречи. Сегодня у всех регионов, наверное, одни и те же проблемы. Проблемы бездуховности, проблемы безнравственности, проблемы поздних браков, проблемы разводов молодых семей, проблемы малой рождаемости детей. И поэтому, конечно, в том числе вот такой форум сегодня с темой о нашей молодежи как будущей России, и молодежи свободной, с другой стороны, ответственной, это, конечно, очень важное мероприятие. На одной из крупнейших экспертных площадок на Северном Кавказе была организована работа секций, а также более десятка различных площадок, среди которых и коллеги руководителей отделов по делам молодежи и северо-кавказского и южного федеральных округов. Наша работа направлена не только на тех молодых людей, которые уже обрели свой путь к Богу, нашли свою дорогу к храму, но также и на ту молодежь, которая еще находится на перепутии. И сегодня темы многодетной семьи, сильного крепкого дома, проблема абортов, очень актуальна для молодых людей. Телеканал «Союз» ввел прямую трансляцию пленарного заседания. С докладами, посвященными семье, традиционным ценностям и молодежи, можно познакомиться на сайте канала. Одна из секций прошла в правительстве Ставропольского края. Молодая семья в России, актуальное состояние и политика народосбережения. На эту тему подготовили доклады спикеры. Так, в частности, обсуждали многодетность, важность роли отца, системную просветительскую работу с семьями, экономическую и правовую поддержку родителей и детей. Также отмечалось, что в помощи семьям большую роль играют некоммерческие организации. За последние 10 лет мы создали инфраструктуру помощи семьям по всей стране. На сегодняшний день действуют 78 приютов для беременных женщин и 228 центров гуманитарной помощи. За последние 6 лет спасено от аборта 16 тысяч детей, то есть 16 тысяч беременностей сохранено у тех женщин, которые стояли перед выбором. Более 115 тысяч человек получили комплексную помощь. Одна из выступающих, Мария Филина, является руководителем Ассоциации организаций по защите семьи. Глава Ставропольской епархии Владыка Кирилл и Мария Леонидовна подписали договор о сотрудничестве. Надеюсь, что в Ставрополье мы создадим семейный ресурсный центр. Он может быть образован на базе любой профильной некоммерческой организации, в том числе и религиозной. Как одного окна для оказания юридической, психологической, гуманитарной помощи, объединения всех ресурсов для семьи и вокруг семьи. Форум Всемирного Русского Народного Собора продлился два дня и был организован при поддержке Фонда президентских грантов. Глава Ставропольской.